Уважаемые друзья, мы с вами практически традиционно, может не в таком составе, встречаемся в преддверии праздничных мероприятий, посвященных главному нашему празднику – Дню Независимости. Сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир на нашей земле и безопасность белорусского народа. Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни. Вы люди грамотные, все практически сидите в мессенджерах, читаете разные упроки в мой адрес, что я готовлюсь к войне. Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовились и готовимся к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом. Особенно сегодня, крайне сложный период в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом. Угроза нового глобального конфликта как никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей, любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. Ну и мы тоже хороши, давайте откровенно говорить, не применем всегда дать хотя бы повод для этого. Как я говорил, не бывает цветных революций, если для этого в стране нет хоть малейших причин. Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют дипломатической имитацией. Цена этой имитации тысячи человеческих жизней, сотни тысяч человеческих жизней. Сегодня мы отчетливо видим новую волну решения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов Альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией, демонстрация силы. Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственные границы, исходящие от стран-соседей, от подбрасывания трупов до преднамерных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси. Одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границах. Ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны. Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть, и об этом мы прекрасно знаем. Гораздо важнее сплоченность наших родов и преданность Отечеству. А наше Отечество – от Бреста до Владивостока, который раз подчеркиваю. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее. История помнит, белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов. Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне, многие наши граждане воспринят их близко к сердцу. Правильно, потому что Отечество – одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось. И пояснить нашу позицию, принятое решение. Особенно в свете последних сбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются. Особенно в российских средствах массовой информации. Но об этом чуть позже. Тем более, что и наши беглые засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Ну, 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят. А эти наши безумцы, которые еще несколько тут осталось, их не вычистили мы. Они же ничего не получат, опять кушечным мясом будут. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооруженного мятежа. Надо же отчитываться. Но даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые коленовцы. Их же на фронт загнали. Воюют. А тут услышали в Беларуси чуть ли не революцию. Рванули оттуда. А тут заград отрады. Назад, ребята. Не вовремя. Уважаемые виновники сегодняшнего торжества. Я искренне благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг. Самоотверженно служите Родине. И поздравляю вас с присвоением нового воинского звания. Вашей приоритетной задачей, а также всех людей погонных, является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так на колена до предела. Спичку бросил, все вспыхнет. Даже взорвется. Это надо довести до всего личного состава ваших подчиненных на местах. И не надо постоянно думать о каких-то там высоких материях. Оставьте это политикам. У вас четкие и понятные задачи. Мы все профессионалы. Каждую в своей сфере этим мы должны и заниматься. Вы прежде всего. Должен сказать, когда события в России происходили, я об этом опять ниже скажу, мной были отданы все распоряжения по проведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в телеграм-каналах не вякнул. Против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники. Никто. Армия в течение полдня. Все вооруженные силы. Вооруженные силы, не только армии. В том числе и милиция, спецподразделения. Были проведены полную боевую готовность. Уверен, вы и дальше будете так же честно и добросовестно исполнять свои обязанности. То, ради чего учились и готовили всю жизнь. Защищать нашу страну и наших людей. Обезопасить нашу Родину от любых рисков и любых угроз. Я в этом просто убежден. Будьте достойны этих высоких званий. У нас генералов в стране немного. И по какому-то случаю, дня рождения и прочее, такие звания не присваиваются. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ главнокомандующий, уважаемый Александр Григорьевич, сегодня, в канун главного государственного праздника, вы присвоили высшие воинские звания. Это заслуга, в первую очередь, тех коллективов, которые мы здесь представляем. Мы осознаем ту огромную ответственность, которая ложится на нас. Мы, люди в погонах, знаем цену независимости, спокойного мира и работы наших граждан. Я хочу вас доверить, товарищ главнокомандующий вооруженных сил Республики Беларусь, что каждый белорусский солдат, офицер и генерал с честью выполнит свой воинский долг и обеспечит спокойный мирный труд наших граждан. Служу Республике Беларусь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ